Какие секреты уличной смекалки должен знать каждый? Озвучено при поддержке Авиасейлс. Если ты видишь, как группа людей внезапно ложится на землю, то сделай то же самое. Никогда не говори таксисту, что ты не знаешь, куда ехать. Когда дело доходит до драки на ножах, то результат всегда один. Проигравший умрет на улице победитель в больнице. Выходя на улицу, надевай обувь, в которой сможешь бежать со всех ног. Никогда не свети пачкой кэша, когда платишь за что-то в общественном месте. На всякий случай храни пару баксов в одном кармане. А большую часть наличных держи в отдельном кармане. Не открывай бумажник со всеми своими деньгами в местах, где тебя могут увидеть другие люди. Мои пожилые клиенты все время так делают. Меня от этого аж подтряхивает. Камон, Эллен, ты нафига достала 400 фунтов? Убери их нахрен! По улице ходи быстрым шагом и с грозным видом. Как-то раз я так шел, и двое парней бросили в меня сосиску. Ха-ха, чего, почему? Они были бухие, спросили меня, не хочу ли я сосиску. А я проигнорировал их вопрос и продолжил идти дальше. Тогда они крикнули что-то вроде, хорош, прикидываться таким крутым. И швырнули в меня сосиску. Я тоже был пьяный, шел домой из Макдональдса. И не хотел, чтобы до меня кто-то докапывался, поэтому и проигнорировал их. Совет, который можно дать своим детям. Если ты заблудился, обратись за помощью к ближайшему взрослому с детьми. Как-то раз со мной произошел такой случай в Диснейленде. Ко мне и моим детям, пока мы ели, подошла 4-летняя малышка. Она очень спокойно подошла к нам, представилась и сказала, что родители дали ей вышеупомянутый совет. Вскоре после этого я услышала, как родители девочки выкрикивают ее имя. Было очень приятно видеть облегчение на их лицах. За подобными секретами стоит реальная статистика. Даже если вы не делаете акцент конкретно на взрослых с детьми. Вероятность того, что человек, которому вы обратитесь сами, захочет причинить вам вред, очень мала. Однако, если вы дождетесь, пока кто-то сам к вам подойдет, вероятность того, что этот человек причинит вам вред, возрастает. Причина проста. Плохие люди ищут уязвимых людей. Столкнувшись с опасной или подозрительной ситуацией, всегда опасайся смены локации. Я уже слышал этот совет раньше. Если кто-то пытается тебя ограбить, не сопротивляйся и отдай свои вещи грабителю. Это всего лишь вещи, которые ты можешь купить еще раз. Если же тебя попытаются увезти куда-то еще, борись, кричи и делай все, чтобы сбежать. Потому что в таком случае злоумышленнику плевать на твои вещи, ему нужен ты. А самого себя ты уже никак не вернешь. Если есть возможность, вместо того, чтобы просто отдать бумажник, брось его и сразу же беги в другую сторону. Грабитель гораздо больше заинтересован в том, чтобы забрать бумажник, чем в том, чтобы причинить тебе вред. Если вы собираетесь уехать в отпуск или в незнакомое место на любой срок, желательно кому-нибудь сообщить о том, где вы будете находиться и что будете делать в тот или иной день. Даже если вы, как и я, не любите составлять полный маршрут своего путешествия, хотя бы приблизительное представление о ваших планах поможет людям найти вас, если вдруг возникнут какие-то проблемы. При этом нежелательно постить в соцсети фотки или сообщения о том, что вы в отпуске пока не вернетесь. Не нужно афишировать, что вы уехали и у вас дома, возможно, никого нет. И если к вам домой зайдет мужчина в костюме копа и спросит о безопасности вашего дома и планах на отпуск, не говорите ему, что вы едете в Париж. Ты можешь быть правым в той или иной ситуации на дороге, но при этом тебя все равно собьет машина и ты умрешь. Если ты идешь по улице и к тебе кто-то подходит, не останавливайся. Ты можешь общаться с человеком, продолжая при этом свой путь. Однако люди, которые хотят прочитать проповедь, продать тебе что-то или обчистить твои карманы, захотят, чтобы ты замедлил шаг или остановился. Если чел хочет поболтать с тобой, пусть идет в ногу с тобой. Можешь даже сказать ему, что ты спешишь, но с удовольствием поговоришь с ним по пути. Но, скорее всего, в таком случае он найдет кого-то, кто легче пойдет на контакт, потому что если ты можешь заставить человека замедлиться, то ты можешь заставить его и остановиться. А если ты можешь заставить его остановиться, значит ты уже изменил его приоритеты и поставил себя на первое место. Это тонкая игра власти. Продолжай идти туда, куда идешь, и ты сохранишь свою власть. Остановись, и ты откажешься от нее, открыв себе путь к возможным проблемам. Взрослые не просят детей о помощи. Как-то раз в Диснейленде пожилая пара спросила у нас с женой, могут ли они поговорить с нашими двумя маленькими дочерьми, 10 и 8 лет. Смутившись, мы ответили, конечно, но стояли рядом, пока они разговаривали. Не могли бы вы показать нам, где у нас фотографии на нашем мобильном? Мои дочери помогли им, а когда старики уходили, они сказали, обычно мы просим наших внучек помочь нам с такими вещами. Будь внимателен к окружающей обстановке, выглядя так, будто ты являешься частью этого окружения. В этом тебе поможет язык тела, одежда и то, чем ты занимаешься. В секунду, когда у тебя будет потерянный, неуверенный вид, и окружающие посчитают, что ты не в своей тарелке, ты можешь показаться для них хорошей мишенью. Если кто-то смотрит на тебя с выражением типа, что ты тут делаешь, будь готов дать на него уверенный ответ, который будет правильно воспринят, или будь готов уйти, прежде чем тебя успеют спросить. Всегда будь в курсе, где находятся выходы из любого места, в которое ты заходишь, чтобы не потеряться в экстренной ситуации. Кроме того, никогда не появляйся в общественных местах, где есть только один вход и выход, и нет других людей. Такие места зачастую являются очагами преступности. Когда мы всей семьей, а такое было редко, ходили куда-нибудь поесть, мой папа всегда садился лицом к двери. Я никогда не задумывался об этом, пока не вырос. Не доверяй таксистам, если ты турист. Я не турист, но я все равно не доверяю таксистам. Для случаев, когда какой-то непонятный чел спрашивает тебя, как тебя зовут, придумай себе фейковое имя, постоянно используй его. Подойдут такие имена, как Майк, Дэйв и Джон. Если наехал на гололед, просто отпусти педаль газа, но не жми на тормоза, пока машина не перестанет скользить. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то так оно и есть. Однажды у меня был подобный опыт. Двое парней в масках на мотоциклах подъехали ко мне и моим друзьям и спросили, не хотим ли мы бесплатной травки. Они показали мне что-то завернутое в фольгу. Мы сразу же отказались. До сих пор интересно, в чем заключалась их афера. Если какой-то незнакомый чел заговорил с тобой в общественном месте и тебе не сразу понятно, почему он к тебе обратился, проигнорируй его. Просто продолжай заниматься своими делами, не смотри на него и не говори ни слова. Большинство грязных дел начинается с просто дружеской беседы. Именно так. Поверь, челу, который буквально вылез из кустов у парковки, не нужно, чтобы ты сообщал ему сколько времени. Он просто использует вежливость, чтобы подобраться к тебе поближе. Покупая мороженое, всегда говори продавцу, чтобы он положил тебе только один шарик мороженого, ведь в таких случаях он всегда будет больше. После этого сделай вид, что передумал, и попроси второй шарик. Мороженщику не останется других вариантов, кроме как положить в твой рожок шарик точно такого же размера, как и первый. У тебя будет большое мороженое за ту же цену. В неблагоприятном районе ответом на любой вопрос незнакомого чела должен быть нет. Эй, сигаретки не найдется? Нет. Эй, времени подскажешь? Нет. Эй, дашь позвонить? Нет. Челы, желающие тебя ограбить, хотят увидеть твои руки, так они поймут, что у тебя нет оружия, и тебя будет легче ограбить. Никто не подойдет к тебе на улице, чтобы что-то для тебя сделать. К тебе всегда подходят, потому что челу от тебя что-то нужно. Если ты когда-нибудь окажешься за решеткой, а несколько парней будут играть в карты, и ты случайно увидишь, что карта одного из них упала ему на колени, не пытайся быть полезным и указывать на то, что он уронил карту. Я вырос в довольно неблагополучном районе Чикаго, и могу сказать, что, наверное, лучшее, что ты можешь сделать, гуляя один ночью, обращать внимание на каждую машину. Обычно они проезжают мимо и оценивают тебя. Если ты выглядишь как легкая мишень, то ты увидишь эту машину снова, или тебя встретят дальше по дороге, когда будешь проходить мимо глухого переулка. Всегда будь готов к чему-то, когда идешь мимо переулка, и держись поближе к домам. Тогда, если тебе что-то покажется подозрительным, ты сможешь забежать кому-нибудь во двор. Хорошие манеры и уважительное общение помогут тебе не попасть в неприятности, о которых ты даже не подозревал. Изменено. Судя по вашей обратной связи, похоже, что те, кто бывал в небезопасных местах, реально понимают важность хороших манер. Приятно знать, что в мире есть такие хорошие люди, снимая шляпу перед всеми вами. Для всех тех, кто не понял, речь идет об уважении. Не только к человеку, с которым вы разговариваете, но и к самому себе. Надеюсь, однажды вы поймете. Вот несколько уличных хитростей, благодаря которым карманникам будет сложнее украсть у тебя твои вещи. Не клади бумажник в задний карман джинсов. Воришке очень легко оттуда его вытащить. В многолюдных туристических местах лучше носить рюкзаки или сумочки на передней части тела. Оказавшись в ресторане, клади рюкзак перед ногами. Будь особенно внимателен к своим вещам, когда тебя немного подталкивают. Например, при входе в вагон метро. Будь бдителен в ситуациях, когда к тебе подошла компания людей, потенциально группа воров. И пытается отвлечь тебя, к примеру, спрашивая дорогу по карте. Пока ты будешь отвлекаться, показывая человеку дорогу, другой вор откроет твою сумку и незаметно вытащит оттуда твои ценности. И еще одна вещь, которой следует остерегаться. Это попрошайки в европейских городах. Слепые, глухие или инвалиды. В подавляющем большинстве случаев это не настоящие нуждающиеся, а просто прикрытия, чтобы, а, получить от тебя немного денег, б, что еще важнее, чтобы сообщник увидел, где у тебя лежит твой бумажник. Если тебе кажется, что пахнет жареным, значит так оно и есть. Всегда доверяй своей чуйке. У меня была встреча с челом, который хотел купить у меня машину. Мы встретились у торгового центра, так что я чувствовал себя вполне комфортно. Однако при встрече он показался мне двинутым. Я разрешил ему сделать тест-драйв тачки и проехаться по парковке. Но тот начал упрашивать меня проехаться по шоссе. Я сразу же ответил нет, потому что он все еще казался мне странным. Но чел продолжил настаивать на том, что он хочет выехать на трассу. Мне пришлось резко поставить машину на паркинг и вытащить ключи из зажигания. Все это время чел повторял, все хорошо, все будет хорошо. А это еще больше меня бесило. Как только мы вернулись обратно, он тоже выпрыгнул из тачки и, не сказав ни слова, сдриснул. Тогда я понял, что поступил правильно. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Напишите, какие секреты уличной смекалки должен знать каждый. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.